всем привет с вами снова ред и до меня приехал мой halo 5 guardians limited edition и да я буду говорить halo скорее всего потому что я прям привык знатоки английского терпите или выключать в общем ко мне поехал мой halo 5 в начале не в начале конце прошлого года вышел мастер чиф коллекшн собрали все части по мастер чипа потом еще добавили о 10 сначала не понял почему потом оказалось потому что бак из по 10 присутствует в хилл 5 а это достал издание четвертой части limited edition halo 4 для xbox 360 это было очень хорошее издание за 80 долларов нам давали сезон пасс и еще кучу физического контента в общем это очень приятное издание а теперь мы будем знать что же приятного и неприятного мы имеем в этой коробе а ну а это мастер чиф от компании нерко так как он выглядел в четвертой игре и мышку и начнем суетиться а давайте посмотрим коробку тут нам сразу спреляет что у нас лежит на итак пакетик снят ничего интересного нет никакой пожалуй информация содержимым итак коробка коробка, где заглушающий себе контейнер UNSC вскрывается. Причем довольно просто. Окей. Падам. И что у нас здесь лежит? Некая инструкция. И, я не знаю, уж. Номерли это толстый стилбук. Не первый толстый стилбук, который я вижу, в котором, понятно, лежит кучка кодов. Ой, который надо стирать. Короче, здесь у нас содержится игра, а коды вы не увидите. А здесь рекламки геймпадов и этих гранитур. В общем, это код на скачку игры. Да, игра в лимитированном издании дана кодом. Код на скачку игры. Есть. 14 дней голда. Окей. Operation Order. Приказ на операцию. Your Spartan James Locke. Короче. Ага. Spartan ласки. Spartan... А, нет. Это не Spartan. Ну, короче. Так. Какой-то документ. Видимо, ордер на поимку чифа. Пакетик вспомнился в четвёртой части. Тоже лежал пакетик. Что же лежит в этом пакетике? Он так открылся. А здесь лежат карточки с личными данными о Spartan. Прошу заметить, что на обратной стороне написано на испанском. Потому что издание американское. И там много латиносов, которые играют на испанском. Спартанец Бак. Спартанец Данака. Спартанец Олимпия. Спартанец 117. Спартанец 117. Фреда Х104. Те, кто в курсе, те офигевают. Линда 58. И Келли 87. Ну, вот так вот. Это, собственно говоря, персонажи, за которых мы и играем в игре. А это... Это сборная моделька... Сейчас я вам покажу. В общем, это... Сборная моделька Гардиана. Ну, вот вот фиговина, что мы видели в самом первом трейлере, на самый первый E3. Вот ее надо собрать с помощью плоскогубцев и такой-то матери. Что хочет, тот соберет. Я, наверное, не буду. Ну, вот, собственно, стилбук, который просто является коробкой для содержимого всего этого. Красивый стилбук. Теперь бы хотелось... Так. Ну, короче, содержимое... Limited Edition, на мой взгляд, скромнее, чем содержимое вот этого Limited Edition. Замечательно. Она у меня лежит вверх ногами. Замечательно. Класс. Так, уберу руку эту гигантскую коробку. лок. Мастер чип. Да. Вот они. Две статуэтки, которых можно разъединить... ставить так или так или еще как-нибудь ну давайте посмотрим для начала лока как уже принято выполнен из резиного пластика сам спартанец вооружен он комбат рифл тут кстати есть маленький секретик видите коробочка здесь у нас лежит голова лока нужно это для того чтобы можно было снять голову и сделать вот так причем замечу не знаю как вам видно сходство с актером игра в шум лока очень высокая но я оставлю пожалуй со шлемом теперь посмотрим чифа который вооружен штурмовой винтовкой и скажем так поза его менее впечатляющая чем у лока весь он на себя такой зеленый кстати броня у него немножко изменилась со времен в четвертой части но это и понятно я бы сказал что над чифом старались гораздо меньше чем над локом вот тоже он выполнен из резиного пластика но какого-то резинобразного пластика более плотного чем лок шлем понятно не снимается вообще в игре блютим команда чифа шлемы никогда не снимает а команда лока наоборот снимает кстати между этими штуками есть магнит он смагничивается между ними например можно поставить книги по халу и вот она такое вот изданица и что я вам могу сказать я за него заплатил 320 долларов стоит оно 320 долларов и нет не стоит честно не стоит за него вам купить 320 долларов я уверен что со временем большой вероятности его не будут раскупать за такую цену оно пойдет в цене долларов до 150 долларов за 150 долларов игра плюс прикольная игра с татуэт не самая суперская скажем прямо по качеству где-то конвеса если кто-то производит трифорс их производит производство негативных трифорс в общем не самые крутые статуэтки но безусловно приятные можно будет за 150 долларов отрывать за его полную цену США 250 не стоит а то что тут нет копии игры на диске а блин в коробке лежит скачиваемая версия где там она вот она это наоборот плюс ведь такое издание будут покупать фанаты которые будут играть в Halo каждый день приходить запускать Xbox и играть в Halo так зачем им мучиться с диском они скачают себе герои и будут запускать диски будут стрелять другие Halo у них всегда будет готова к бою пришел включил пошел мультиплеер гасить кстати хрену 4 я очень много играл мультиплеер когда она у меня только появилась пару месяцев это самое большее что я играл либо мультиплеер не знаю что будет в пятой части по мультиплееру во первых у меня стало меньше времени во вторых в бете мне как-то мультик не очень потащил ну вот так в общем мое мнение за фул прайс не бео паскидосу бео спасибо за внимание с вами был Эрэд это что-то это Продолжение следует...